Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Страшное известие, которое разбудило 74 года назад всю страну, заставило проснуться и участников молодежного форума Иволга. Бессмертный полк более тысячи человек прошел навстречу новому дню в память о тех, кто отдал своей жизни, чтобы этот день мог наступить. Ахмеров Адлишам Ахмутович, брат моей бабушки, он служил, пошел на войну с раннего возраста. Он был совсем молодой и прибавил себе возраст и пошел на войну. И в 41-м году он умер. Ему попала пуля в бою. Великая Отечественная война унесла около 27 миллионов жизней. Миллионы получили ранения и увечья. В этот день участники Иволги вспоминают тех, кому не суждено было вернуться с той Великой войны. В память о погибших ребята опустили на воду венки. Впервые для этого использовали бронекатер времен Великой Отечественной. Это суперточная копия судна, на котором героически сражался и был разбит экипаж в битве за Сталинград. Специалисты из Тольятти воссоздали образец катера, используя оригинальные детали от затонувших во время войны реальных бронекатеров. События одной из битв накануне победы воссоздали участники военных клубов из разных городов. Конец войны. Германия уже поделена на западный и восточный секторы. Недобитые войска противника пытаются прорваться через блокпост, чтобы оказаться в американской оккупационной зоне. То, что мы испытали сейчас, это мизерная часть от того, что было на самом деле. Мы даже представить не можем себе. Поэтому, когда все говорят, что мы знаем, как было во время войны, мы нифига не знаем, извините. Мы просто можем представить, а вот знают те, кто сейчас лежит в земле, кто лежит сейчас, вот они знают. Мы можем только представить, мы можем только вот что сделать и все. Всех трудностей пережить реконструкторы не могут, однако соглашаются. Даже и этого хватает, чтобы понять. Страшно было нечеловечески. Иногда бывает, что петарды подкатываются под ноги. Иногда выстрел происходит рядом, хвостый выстрел. Это все-таки впечатляет и добавляет адреналинчику. Впечатляет и оружие, которое держали в руках советские солдаты в битвах за Родину. Револьверы, автоматы, пулеметы. У каждого своя история и свое назначение. ППС-43. Так скажем, глубокая модернизация ППШ, пистолет-пулемет Шпагина, был разработан Судаевым, которому было всего 27 лет, самое удивительное, блокаду в Ленинграде. И в 43-м году он начал выпускаться. Он признан был самым простым автоматическим оружием поколения, потому что он достиг простоты полной. И он был самым дешевым в производстве, потому что он полностью штампованный. И, естественно, масса была уменьшена. Складной приклад появился, что позволяло компактно использовать его. И они в основном вооружали все спецподразделения. Это десантники, диверсионные группы, партизаны. Блестящий образец инженерной мысли «Гаубица» 1910 года. Дальность стрельбы 8 километров, вес почти полторы тонны. Обслуживали орудия 6 лошадей и 8 человек. В 1927 году «Гаубица» прошла модернизацию на Пермском заводе. Со временем каждая артиллерийская система проходила модернизацию, потому что считалось большой ценностью иметь такие орудия. У него уникальные колеса с деревянными спицами, однобрусный лафет. Артефакты военной песни событий 40-х годов. Участники Иволги буквально погрузились в атмосферу военного времени. День закончился невероятно красивой и трогательной акцией свечи о памяти. Форумчане заполнили звезду победы маленькими огоньками. Темная ночь, только пуры свистят по стеды, только ветер гудит в провода, пускло звезды вертают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова